всем здарова народ с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня 30 октября 2022 год крипто салатик подготовил вам интересные новости из мира блокчейн на днях биток у нас поднялся чуток вверх и только вот этому процессу уже у нас портфеле на в общем деньги увеличились вот в количестве и очень приятно на это все дело смотреть это буквально bitcoin там не знаю прибавился на тысячу многие альты тоже вверх пошли в общем рынок позеленел играет пока и начнем с того что у нас капитализация больше 1 триллиона как раз за счет этого всего процесса и деньги прибавились криптовалют 21 555 единиц бирж 521 монет прибавилось бирж в принципе также bitcoin у нас стоит 2700 эфир 1600 bnb 309 xrp 0.46 cardano 0.41 solano 32 palcadot 6.6 и так далее давайте начнем сейчас изучать новости что происходит и так рауль пал капитализация крипторынка за 10 лет вырастет до 300 триллионов вы представляете сейчас один триллион на днях было буквально но чуть меньше триллиона вот мы пересекли черту один триллион и у меня в кошельках деньги начали прибавляться прям ощутимо хорошие такие скачки происходят это чуть-чуть прям разница капитализация за 10 лет должна в 300 раз повысится вы представляете если сейчас получается иметь хороший портфель хорошие качественные крипты которые в будущем будет востребована то соответственно при такой капитализации можно иметь неплохие такие инвестиции и как говорится это не инвестиционный совет те люди которые не хотят понимать что такое инвестиция работать в долгосрок и так далее лучше выключите это видео и идите смотрите какие-нибудь там comedy club какие-нибудь ржаки вот чтобы потом не говорить эйгар ты сказал я купил я не заработал до свидания вот я здесь рассказываю про то что происходит в мире блокчейн инвестирую в долгую на 5 10 15 20 100 лет даже правнукам хочу денег оставить так что если ты хочешь заработать прям сегодня иди смотри comedy club ну или я не знаю что нибудь там другое это не ко мне вообще так бывший генеральный директор goldman sachs ссылаясь на уровень активности вокруг криптовалюты web 3 утверждает что их уже наводнили венчурные инвестиции финансирование криптовалют задействованы все крупные игроки web 2 это не за незаметно поскольку продвигаясь вперед они соблюдают осторожность из-за проблем с регулированием короче дальше читать не будем в общем суть такая я тоже так думаю есть крупные инвесторы у которых есть деньги из старого мира которые еще не в крипте но вот эти крупные игроки не зайдут в мир крипты пока не будет конкретно регулирования понятия блокчейн должны быть определенные законы должны быть определенные налоги и они официально зайдут до этого многие компании просто как бы рискуя заходят на этот рынок и самые самые мощные киты выжидают именно этого момента и тут и вот этот рауль пал и многие еще другие эксперты я также думаю что вот когда начнет появляться серьезно регулирование в разных странах тогда туда ну в мир блокчейн криптовалюты начнет литься огромное количество денег и это произойдет вот по словам рауля типа за десять лет ну в принципе так и будет и 300 триллионов долларов я думаю что там будет еще больше даже в общем ребята возможности очень хорошие также интересная тема чуть-чуть информации из twitter есть всякие разные исследования аналитики эксперты и так далее и вот один из таких одна из таких компаний вот такой вот график сравнения выложили в интернет биткоин 2014 году 2018 году и вот 2022 год и здесь графики повторяются прям друг дублируют друг друга 2014 год можете просто посравнить это все дело и суть какая то что мы подходим к тому моменту что биток у нас должен пойти вверх так что ждем мы ждем если все будет тут написано что сгладить здесь или на этот раз по другому ну тут переводчик фиговинка переводит но типа согласны вы что то ли это будет так же копироваться как 2014 и 2018 год или будет по другому все таки вот но короче они намекают на то что все повторяется и в этот раз тоже будет ровно то же самое я тоже думаю что будет такая же история так что в ближайшее время по идее биток должен пойти вверх посмотрим короче что будет сантимент росту криптовалют будет пришествовать увеличение капитализации стейбл коинов по мнению аналитиков компания как только инвесторы начнут активно вкладывать стейбл коины цены в криптовалюты пойдут в рост даже при низком предложении биткоина и эфир вещь которая вселяла надежду в трейдеров заключалась в том что в мае этого года росла рыночная капитализация стейбл коинов но когда федеральный комитет по открытым рынкам повысил процентные ставки опасения по поводу рецессии начали действовать ну короче не будем дальше читать понятненько якобы стейбл коины в разных странах начнут двигаться народ начнет именно в них вкладывать а потом переливаться все будет в крипту я лично стейбл коины не держу у себя там небольшое количество кто не в курсе стейбл коины это что-то между обычными деньгами фиатными и настоящей криптой это такой знаете промежуточные деньги это вроде как крипта но не до крипта основной плюс то что вы в мире крипты можете работать с стабильной монетой например usdt и там курс примерно всех стейбл коинов туда-сюда короче играет вокруг до около одного доллара вот если вы не знаете например какую крипту купить пока держите деньги например вот в usdt например там их много всяких разных стейбл коинов свои есть нюансы но суть именно в этом и например вы смотрите что биток пошел вниз или наоборот вверх не знаете что делать продаете биткоин и держите деньги допустим в стейбл коине но заморочка тут в том что стейбл коины это херня короче если коротко я в стейбл коинах не держу потому что многие стейбл коины могут в любой момент обрушиться они как бы более такие централизованные системы есть стейбл коины которые децентрализованы якобы безопасны и так далее но я один хрень не доверяю стейбл коинам просто когда мне нужно что-то купить продать в этом промежутке я покупаю а так нафиг они мне не нужны многие блогеры советуют что типа купите стейбл коины держите в них там бла-бла-бла я такое не хочу рекомендовать потому что сам так не делаю я держу свои деньги чисто вот в крипте в той крипте которую ну в которую которую изучаю и думаю что в будущем она будет работать Google запускает полностью управляемый хостинг узлов для разработчиков веб-3 корпорация Google запускает сервис блокчейн нот на базе Google Cloud которую поможет разработчикам веб-3 создавать и развертывать новые продукты на платформах на базе блокчейна ручное развертывание узла это трудоемкий процесс ну дальше там бла-бла-бла и все такое короче говоря Google активно внедряется в блокчейн и я думаю что все вы знаете что такое Google они внедряются в веб-3 они вообще хотят создать свои какие-то системы свои кошельки в общем много чего все что вы знаете про Google всякие разные разработки все это будет переделано на блокчейн и вот эти процессы тоже дают новые такие толчки к распространению понятия блокчейн ну и соответственно крипты тоже Visa подала заявки на регистрацию связанных с веб-3 товарных знаков в общем все ломятся естественно в блокчейн и естественно в веб-3 и Visa в том числе потому что если они это не будут делать то компания Visa и той же MasterCard крайне детс но они не хотят уходить в прошлое они хотят быть в будущем а в будущем это только блокчейн соответственно им нужно внедряться в это все платежная система Visa подала заявки на регистрацию товарных знаков которые указывают на планы компании предлагать пользователям услуги в сфере веб-3 в частности Visa намерена предоставить пользователям возможность совершения операций с криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами NFT помимо этого компания планирует запуск собственного крипто кошелька и разработку программного обеспечения для аудита криптовалют они хотят свой собственный крипто кошелек запустить свои приложения запустить и также система которая будет проверять другие приложения другие компании аудит я думаю что вы знаете что такое аудит не знаете просто поизучайте если коротко ты создаешь какую-либо компанию что-либо делаешь в интернете если хочешь подтвердить насколько ты крут авторитетен работоспособен твоя созданная система ты заказываешь аудит проверку по-другому и соответственно должна быть компания которая занимается аудитом в свою очередь тоже авторитетная ну и гугл я думаю что авторитетная компания виза авторитетная компания и вот виза хочет свою собственную аудит компанию и они будут осуществлять такие вот проверки это будет все на основе блокчейн аудит криптовалют в общем выходит какая-нибудь новая монета новый блокчейн крипта и они например заказывают проверку аудит по-другому у компании визы виза проверяет есть какие-то определенные там галочки что соответствует всем критериям на данный момент в данную секунду по современным системам блокчейн если все отлично то все монета прошла аудит и они могут во все горло орать во все стороны что мы прошли аудит мы теперь можем работать доверяйте нам вот так вот короче виза хочет зарабатывать еще и на этом также виза планирует предоставить своим клиентам виртуальную среду и услуги для взаимодействия пользователей в рекреационных досуговых и развлекательных целях в метавселенных ну в общем в метавселенную по-любому ломятся вообще все включая конечно же и виза вот также платежная система мастер карт ну в общем все они туда ломятся так дальше блокчейн точка ком про этот кошелек я вам уже рассказывал я пользуюсь этим кошельком много-много лет никаких претензий к этому кошельку до последних там вот моментов не было в принципе к самому кошельку у меня претензий нет четко все работало никаких проблем никаких глюков я там холдил свою крипту также под процент аэрдропы получал и все ништяк но недавно блокчейн точка ком компания объявила что все кто из России извините санкции шманкции до свидания в общем вот вам время до определенного числа выводите все свое бабло вот я конечно же вывел и это все происходит в преддверии того что блокчейн выпускает свою криптокарту в общем криптовалютно дебетовая карта в партнерстве с виза вот вот вам виза пожалуйста внедряется в криптомир еще и таким путем также они сделали возможность получить блокчейн URL в общем ваше имя можно зафиксировать в блокчейн и это дают еще сделать бесплатно короче как только они это все дело организовали предварительно выкинули из системы россиян обломненько конечно это все но это по той причине что компания блокчейн точка ком принадлежит ну грубо там Америке вот ну и соответственно они что хотят то и делают вот компания блокчейн точка ком выпустит дебетовую пластиковую карту для платежей в криптовалютах пользователи площадки смогут расплачиваться цифровыми валютами в любой точке поддержкой карта виза короче у вас есть виза везде где работает карта виза у вас есть связка с кошельком блокчейн у вас есть крипта все добро пожаловать вы можете расплачиваться криптовалютой и это будет обычное дело изначально доступ к новому платежному продукту получат жители сша конечно же естественно естественно кто еще должен получить первым как не сша а в дальнейшем и клиенты блокчейн точка ком из других стран ну и все остальные бомжи типа того они хотят сказать вот ну это если честно все как-то оскорбительно вот по мне так это как-то в мире такое ощущение что типа вот вот мы в сша люди все остальные на планете земля вы просто чмошники вот сначала мы а потом вам косточка с барского стола идите нахер вот как-то так это все работает и это не только с блокчейн с криптой там да это всегда так было все сначала там в америке а потом все остальные получают ну я думаю что вот этой теме скоро придет крандец и мир вот сейчас переделывается он децентрализуется идет децентрализация многополярность если вы знаете что это такое и вот это сша те засранцы больше не смогут именно так делать потому что с хрена ли вообще должна только одна страна получать все сливки а потом только я не знаю там на донышке что-то осталось раздавать всем остальным блин совсем охерели что ли так не должно быть должно быть равномерное распределение и это и есть многополярность вот к этому и все в мире сейчас происходит мир стремится к многополярности и правильно делает а вот этот вот дебилизм где только в сша все это неправильно при этом для заказа карты не нужно платить сбор также нет комиссии за обслуживание и комиссии за транзакции офигеть вообще никаких комиссий зато пользователи будут получать в криптовалютах 1% кэшбэка за любые покупки еще и кэшбэк туда включен как рассказал генеральный директор Питер Смит вот Питер Смит у компании уже есть более 50 тысяч заявок на получение новой карты вот так вот существует большой спрос естественно еще бы он не существовал это же реально удобная движуха у вас крипта на блокчейн на этом кошельке вы связываете это с картой виза тащите свою задницу в любую другую страну видите о принимают виза все ништяк оплачиваете и оплата происходит с вашего блокчейн кошелька я думаю что там вы можете приоритет поставить типа чем расплачиваться какую сумму расплачивать какую крипту трогать какую нет там уже будут такие настроечки всякие и происходит на данный момент по данному актуальному курсу обмен этим уже будет заниматься виза и все и вы расплачиваетесь потом проходит например пару часиков курс крипты опять поднимается и получается так что ты только что зашел купил какие-то продукты какой-то товар через часик курс поднялся и получается ты этот товар взял бесплатно вот так вот за счет курса перекрыл то что ты купил ну и наоборот естественно да если курс может и снижаться не только повышаться вот такая вот ребята история и вот сайт блокчейн точка ком вот получите карту виза тратьте криптовалюту или наличные без комиссии 1% обратно в крипте и забыли тут большими буквами написать тебе кто из России идите вы нахер вот и еще дописать что скоро этого не будет вот эта многополярность решит этот вопрос и вот такой выпендреж уже не прокатит так что пусть мир лучше меняется децентрализуется и вот то что сейчас в мире происходит вот это соблюдение прав человека вот это вся бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла все это полная я не знаю дичь конкретная дичь никаких прав нету никто ничего не соблюдает все это чепуха когда вот нужно все эти права отменяются делается все что хотят то и делают ну и где тут какие-то права права и современности типа будущее в том что это работает для всех людей на планете землян на всей планете есть дети все дети равны почему там в США дети должны быть в преимуществе там в Африке какие-то другие дети там в России еще какие-то дети ну и так далее вот это все какая-то тупая фигня если честно я лично рассчитываю на то что мир идет в понятие блокчейн блокчейн децентрализованная система и если мир перейдет конкретно на блокчейн на децентрализацию то и сами страны они в фиатной в фиате сидят ну каждая страна в своих каких-то деньгах но когда все крупные игроки перейдут в блокчейн у них же без вариантов они не могут быть какими-то единственными странами в этом вот это децентрализация произойдет и все и там уже если выходит какая-нибудь криптокарта то она выходит для всех на планете земля а не только там для США и для других типа стран отбросов ну вот это что это такое тут же они говорят какие они красавчики мы впереди планеты всей мы соблюдаем то-то сё-то то-то сё-то и тут же говорят вы все остальные вы ублюдки мы красавчики вы типа ублюдки и это и к этому должен мир стремиться да это вот именно так все должно работать да нахрен такой мир не сдался вообще так что пусть он переделывается я лично жду когда он переделывается так здесь какая-то нахрен реклама происходит да что такое так ладно выключим эту рекламу дебильную так тут о чём хотел ещё рассказать вот Илон Маск у нас мелькает очень много последнее время вот я лично его считаю дебилоидом не знаю можете со мной конечно не согласиться но это просто кусок говна я не знаю на бобра он короче смахивает бухой бобёр ну вот реально он не разговаривать нихера не умеет то что у него есть много денег мне вообще пофигу на меня не работает эта система типа у кого-то больше денег кого-то много знает значит он в любом случае умный человек да нет это просто блин бухой бобёр которые ему говорят что делать вот это такое моё мнение но никуда мы не денемся от того что есть крупные компании и у них вот этот бухой бобёр является как бы лицом компании соответственно приходится озвучивать его имя говорить про него вот и якобы спонтом делает он всё там придумал в действительности он сам ни хера ничего не понимает о чём там вообще идёт речь короче говоря есть твиттер это соцсеть кто не в курсе в америке одна из топовых социальных сетей можно сказать самая топовая где даже президенты тусуются ну и вообще все там тусуются твиттер это такая штука через которую делится информацией в общем достаточно авторитетная система и вот этот твиттер Илон Маск выкупил за 44 миллиарда и до того как Илон Маск выкупил на твиттер были заблокированы многие известные личности какие-то криптоблогеры эксперты даже бывшие президенты например вот президент Трамп вот он подздравил вот этого бухого бобра с тем что он купил твиттер возможно он там скидывался и тоже вместе с ним твиттер покупал потому что посмотрите какое количество людей подписано 32 миллиона читателей например у того же Трампа здесь также например план Б я не знаю знаете вы или нет тоже что-то типа эксперта блогера человек который в крипте его достаточно много людей знают в крипто сообществе и вот он тоже пишет что так счастлив что выбрался из тюрьмы твиттера спасибо тень в твиттере забанил меня с декабря 2021 года 90% моих подписчиков не получили ни одного моего твита короче вот этого чувака тоже заблокировали вот план Б стал известным тем что предсказывал курс битка в какой-то момент последний раз он ошибся с курсом но как бы в принципе он свою популярность получил и вот так вот многие люди были заблочены в твиттере почему-то предыдущая компания не давала понятия крипты двигаться в твиттере вот там своя какая-то движуха происходит возможно это старый мир удерживал твиттер теперь вот этот новый мир пришел блокчейн энтузиасты инвесторы и так далее скинулись и забрали твиттер и теперь твиттер является крипто социальной сетью вот и начали разблокировать вот таких вот людей президентов бывших там вот план Б тот же вот у него 1,8 миллиона подписчиков это достаточно много вот он тут что пишет о себе создатель модели stock to flow вот здесь у него всякая разная информация можно зайти посмотреть также есть такой ролик где вот этот вот бухой бобер илонушка маскушка заходит в офис центральной твиттера после того как он купил с раковиной вот и фишка такая что он хочет замыть предыдущий вариант так сказать твиттера вот какую-то типа приколюху сделал по мне так тупая фигня это все как ведет себя как олень но многие люди со мной не согласны и очень так бесится когда я про илонушку вот этого бога многих людей что-нибудь про него такое плохое говорю я прям знаете сходу определяю людей и в большей части не ошибаюсь вот смотрю на человек он два-три слова сказал как-то телодвижение определенное сделал вот ну вот сразу определяется олень не олень тупой не тупой вообще он реально это делал или это просто подстава какая-то и когда я первый раз увидел интервью вот этого илона я смотрю просто какой-то валенок который три слова связать не может и вряд ли он там что-то разрабатывает люди которые разрабатывают что-то они горят прям знаете они вот там такой поток информации идет а это это просто ни о чем так что вот такая вот вам пожалуйста информация и вот эта вот эпопея с этим твиттером тоже закончилась они что-то в суд на друг друга подавали в общем борьба я так понял шла это тоже нам подают эту информацию как так как нам хотят это преподнести в действительности это все вокруг до около старый мир новый мир старый обычный мир вот этот веб-2 фиатные деньги вот эти все старперы миллиардеры на золотишки там и новый мир веб-3 и так далее блокчейн крипта и вот эти миры сталкиваются вот сейчас вот этот блокчейн мир начинает пожирать старый мир вот и идет вот это вот между собой движуха и это во всем во всех категориях вот перекупает соцсети всякие разные руководства кампании меняются государства разные между собой конфликтуют делят вот это газ нефть пшеница люди санкции шманкции и вообще всякая дичь все что происходит в мире всех это каким-то боком касается коснется кто-то пытается где-то типа а нам все равно типа нам пофигу мы живем например там в какой-то европейской стране там вас тоже это коснется не переживайте вот это блокчейн он переделает все выровнит всех так что вообще это как бы к лучшему и давайте дальше твиттер добавит возможность покупки продажи nft через твиты социальная сеть твиттер заявила что добавит новую функцию позволяющую пользователям покупать продавать отображать nft напрямую через твиты для этого компания заключила партнерство с четырьмя торговыми платформами новая функция называется nft tweet tiles она будет выводить изображение nft на специальную панель в твите при нажатии на которую пользователя перебросит на страницу предмета на торговой площадке твиттер заключил партнерство с такими площадками как nft rarible ну это я думаю что вы все знаете если не знаете то есть крупные платформы openseer rarible где продаются nft это самые топовые конкурирующие площадки вот также платформа magic eden работающая на солане flow d labs и площадка jump trade ориентированная на спорт в целом все эти платформы охватывают несколько сетей блокчейн эфириум полигон солана тезис flow и immutable x и получается что вы через вот эту социальную сеть в связке вот с этими вот площадками платформами nft вы сможете друг другу что-то там перекидывать в nft покупать продавать в общем все это начинают связывать и сейчас быстрыми темпами социальная сеть twitter будет переделываться в блокчейн соцсеть nft tweet tiles не будет строго привязана к этим блокчейнам поэтому если к твиту будет прикреплен nft с партнерской площадки то он также будет отображаться вот так что вот такие вот темы и это все только ребята начало вот эта вся движуха будет везде внедряться nft потом это свяжется с метавселенными ну и так далее пошло поднеслось бинанс поможет илонушку в борьбе с ботами в twitter вот криптовалютная биржа бинанс создает внутреннее подразделение которое поможет социальной сети twitter бороться с учетными записями ботами с помощью технологии блокчейн команда активно взаимодействует с бухим бобром а также обсуждает возможные варианты стратегии которые могут помочь новому владельцу twitter реализовать его виденья вот у бухого бобра есть вот свои виденья вот он когда набухается белочка появляется у него должна была быть не вот этот доги собака а белочка вот сколько раз я на него смотрел сколько раз слушал у меня такое ощущение что он просто не знаю ну алкаш какой-то фиг знает или там обдолбыш какой-то ну ладно не важно не важно дальше поехали короче бинанс внедряется в соцсеть и пытается если так можно вообще сказать блокченизировать вот эту соцсеть так и давайте там последнюю интересную новость тоже конкуренты начинают появляться в сфере разных там смартфонов которые на основе блокчейн верту представила смартфон метаверту веб 3 компания верта производитель роскошных смартфонов представила серию новых устройств метаверту назвав их первыми в мире в мире телефонами веб 3 я такую фигню короче заметил что последний год каждая страна считает нужным сказать что они первые в криптовалюте каждый смартфон который сейчас выпускается на блокчейн говорят что они первые единственный телефон в мире по веб 3 в общем все кто чего-то в блокчейне делают они все первые первая страна первый телефон первая метавселенная первое то первое все короче все прям топы вот прям первые при том что уже есть эти телефоны несколько компаний и тот же самсунг та же солана lg еще ряд более мелких компаний уже навыпускали презентовали анонсировали уже взяли даже денег на выпуск разных смартфонов один хрен любая новая контора которая выходит на рынок мы первые вот потом это уже даже сейчас мне это уже не интересно первые вы или вторые вы выпустите чего-нибудь в линейку входит 10 моделей по цене от 3000 долларов до 41 тысячи долларов будет доступен с 3 ноября на веб-сайте верту а так же в обычных магазинах верту в том числе в магазине в лондонской где-то где-то там шарашки ранее были анонсированы вот анонсы криптонов экзодус вот htc finelabs ну и так далее samsung clayt phone solana labs saga ну и так далее вот то что я вам сказал там еще много других компаний можно зайти на их вот сайт верту и вот они тут рекламят это все дело какие-то пидоры вот извиняться не буду за это слово ну видно же что пидор вот еще один пидор блин кстати в россии уже на законодательном уровне вводят уголовное наказание за всякие разные вот эти вот распространения всякие там лгбд пидорастические всякие вещи и правильно делают клубы всякие закрывают один из депутатов сказал пускай идут у себя и на квартире делают что хотят нехерен тут клубы открывать и вот это все дерьмо вся эта шняга будет в россии зачищаться так что ребята под конец всегда буду говорить что россия одно из лучших мест на планете земля для жизни в ближайшем будущем все это дело выровнится и я лично нахожусь в россии здесь жил живу и буду жить мне нравится россия я ценю эту землю ценю дух здешних людей ценю менталитет и понятие самое главное семья вот где где так здесь еще понятие семья в ссср в целом сохранилось и это самое главное вот самое важное чтобы вот это все дерьмо вот это все эти пидоры блин вонючие чтобы здесь не тусовались и это все не распространялось в россии я лично не хочу чтобы мои дети сталкивались вот с этой вот всей пидоросней пусть ютуб меня конечно заблокирует если так хочет но я это буду говорить в любом случае потому что что это вот за дерьмище непонятно ты с пацаном говоришь не с пацаном говоришь и в россии вот взялись за это дело и я блин так рад я так рад что вот все это говнище из тиктоков и всякой хрени вот из школ там у нас еще конечно до школ это все не дошло но я смотрю изучаю много всяких разных там влогов из разных стран в америке это дошло вообще до какого-то тупизма половина школы какие-то непонятные существа с этим разговаривай так так не разговаривай это можно то нельзя там их брошюрки в классах лежат там с приглашением в какие-то вот такие лгбт-движухи это что за хрень вообще происходит мир просто превращается в какую-то шнягу вообще конкретную и если это будущее то нахрен мне не сдалось такое будущее поэтому Россия СССР в целом одно из лучших мест где еще сохраняется понятие семья это очень ценно это дороже чем какие-то деньги какие-то европейские там ценности не ценности ну типа там красиво ровненькая дорога нахрен дорогу главное чтобы здесь пацан был пацаном девчонка девчонка по мне так лучше так чем я получу все эти вот какие-то плюшки европейские но буду не буду понимать с кем я разговариваю буду сто раз думать что кому-то сказать пошли не нахер все вот такие вот дела вот какого хрена вот как говорится вот этот вот урод тусуется вот здесь вот нам такая реклама не нужна но я просто снимаю видео и вот это все дело конечно же в целом показываю рассказываю но когда я встречаю вот такой вот чепуху я про это четко буду говорить все вот такая вот ребята история все будет ништяк нужно просто переждать определенное время пока мы переходим со старого на новый мир пока все децентрализуется нормализуется и выровнится и также если спросите стоит ли покупать криптовалюту если вы в долгосрок и рассчитываете на себя на своих детей на внуков пенсии все такое то отличные цены покупайте держите но нужно понимать что покупать какую крипту покупать где хранить криптовалюту чтобы у вас не забрали потому что с последними всякими вот этими вот непонятными вещами в мире которые все больше и больше появляются не очень-то и безопасно и для этого если кто-то хочет то у меня в описании будет ссылочка на мои курсы то заходите и в моих курсах есть полностью расклад какие монеты покупать где хранить какие крипты кошельки я лично пользуюсь леджер кошельком по леджеру у меня есть отдельные курсы где больше 70 уроков все полностью разложено как работает леджер кошелек как стейкать монеты по аирдропам все что связано с xrp торговля на разных биржах также есть еще и как составить криптопортфель какие игровые монеты купить и так далее много чего интересного есть по стейкингу на этом ребята все все будет ништяк увидимся в будущем да пребудет с нами гребаный блокчейн и самое главное понятие семья семья самое главное это самое главное что это это что это это это